Ребятки, день добрый! Все, что вы знали про автомобили ранее, советую просто забыть. Сегодня у нас на обзоре первый и единственный автомобиль на планете, который напрочь разорвал все шаблоны. У меня за спиной пока что закрытое отделение Янван в городе Шэнджэнь, но мы идем вовнутрь. Перед вами Янван U8. Огромный гипервнедорожник, весом 3,5 тонны, разгоном 3,6 секунды до 100, отделкой салона класса люкс и самыми топовыми в мире технологиями в 2023 году. Автомобиль продается в двух версиях, с уклоном на городской комфорт и на внедорожье. Технически все одинаково, но есть небольшие различия, о которых вы сегодня узнаете. Добро пожаловать на наш официальный веб-сайт jscarvite.com. Здесь можете увидеть каталог авто с ценами, условиями и сроками. Для того, чтобы с нами связаться, нажимаете раздел контакты, нажимаете на телеграм, и вас автоматически перебросит к нам в чат. Не забывайте, обязательно, во время сделки перед оплатой, видеосвязь с Гиревичем Сергеем Личном. Удачи! Гибрид 5 двигателей. 1 ДВС 2 литра турбо мощностью 230 коней играет роль генератора. И 4 электромотора на каждое колесо по одному. Их общая мощность 1200 лошадиных сил и 1280 момента. В общей сложности 37 датчиков сенсоров лидаров камер, есть автопилот, есть автопарков. А теперь самое интересное. По подвеске. Спереди многорычажка, сзади многорычажка. Регулируем по высоте клиренс. И что-то, как они заверяют, круче, чем пневма и круче, чем гидропневма. Лучшие инженеры из BYD, а мы знаем, кто это. Это ребята из Мерседеса, которые лучшие ребята из Мерседеса, переехавшие в Китае, работают на BYD, создали нечто, как они заявляют, лучше, чем пневма и гидропневма. И назвали ее, не улыбайтесь, облачная колесница. Здесь находятся матричные программируемые фары, которые кооперируют с лидарами и знают, куда и как светить. И здесь даже значок повесили. Наверху у нас три лидара, а центральный умеет видеть в темноте. Всю картинку он показывает на любой из экранов, который вы выбираете. Сразу надо понимать, это внедорожник и паркетник в одном целом. Есть чисто городская версия, она тоже за городом имеет одинаковые внедорожные качества, как и внедорожная вторая версия. Но у них есть небольшая разница. У городской версии есть шесть экранов, у внедорожной три. Но у внедорожной есть два ништяка. Первый. Наверх вцепляется кейс, в который устанавливается беспилотник. А в системе автомобиля есть контроль над этим беспилотником. Вы можете нажать кнопку, беспилотник взлетит, будет проецировать экран на ваш основной экран машины и будет просто следовать за машиной. Когда вы нажмете кнопку, он сам прилетит и сядет. Но для этого надо, чтобы вы остановили автомобиль. Также вы можете управлять беспилотником изнутри. И второй ништяк – это спутниковая связь у внедорожной версии. С любой точки вы сможете вызвать помощь, если она понадобится. Обе версии могут разворачиваться на месте и ездить наискосок. Также обе версии могут заезжать в воду на вот такую глубину. Если они заедут выше, здесь находится датчик, который не разрешит машине заезжать дальше. Мало того, если вы потеряете связь с дном, и автомобиль не будет цепляться больше за дно, ваш автомобиль позволит вам плыть, но только в обратном направлении. То есть машина вас выгонит назад, пока она опять не словит зацеп об дно, предположим, водоема, и дальше вы сможете выехать. То есть просто погрузиться полностью под воду на нем не получится. Пять моторов, коробка, батарея, вся электроника на пожизненной гарантии. Все остальное – 150 тысяч, либо 8 лет. Минимально можно опуститься на 17 сантиметров, максимально приподняться на 28. У городской версии порог заезжает, когда закрываем дверь. У внедорожной версии он стационарный. 275 на 50 R22 тормоза дисковые, вентилируемые, перфорированные по кругу. Но это только в городской версии. У внедорожной версии будут 20-е диски с более высоким профилем. Утопленные ручки для аэродинамики, тяжеленная дверь, 3400 кг снаряженной массы. Это на тонну тяжелее, чем гелик и на тонну тяжелее, чем 300-й крузак. Это кожа NAPA, NAPA, вся карта полностью NAPA. Это красное дерево сапели. Dynodio 22 спикера. Внизу тоже NAPA, внутри тоже NAPA. Хорошая сборка. Это алюминий. Внутри весь салон полностью обтянут кожей NAPA. И даже здесь внутри. Вообще все полностью. И здесь тоже. Электрорегулировка по высоте и по вылету. Руль тоже NAPA. Все полностью NAPA. Переднее сидение. Массаж, вентиляция, подогрев. Сзади массаж, вентиляция, подогрев. Двойное стекло. И спереди, и сзади. Есть доводчик. Имеется атаманка. Справа у пассажира такое же количество регулировок. И тоже имеется атаманка. Внутри есть небольшая ниша, обтянутая тканью. И есть вот такой интересный футляр. Открываем его. И здесь запахи. Запахи. Здесь 7 запахов, но машину можно загружать 3. Поэтому на выбор можно выбрать 3. Разные. Есть вкусные, есть не очень. Есть прям свежие. Есть очень такие именно пацанские. Цвет интерьера на выбор бежевый, черный, коричневый. У внедорожной версии может быть еще вот такой. Цвет дерева. Либо такое, либо такое. Снаружи цвета черный, белый, мутный. Больше зеленый, меньше зеленый. Также при желании можно заказать комбинированный вариант. Сверху будет одним цветом, ниже другим. Более чем уверен, всех интересует, что же означает этот значок. Он означает дракона. Из древних писаний так выглядел дракон. Ну, у них вообще как бы некоторые иероглифы очень непонятно написаны и непонятное значение имеют. Но вот так кто-то, кто писал давно, видел дракона. Мне кажется, что это один из самых симпатичных логотипов из всех китайских марок. Что-то в нем вот такое есть. Да, согласны? 108 сантиметров роста. Очень много места. Любой человек сядет, любого роста. У меня перед коленом еще два пальца. Достаю до руля. Могу еще пониже сесть. Придется чуть подвинуться. И еще палец между коленом этим вот. Человек выше меня сантиметров на 5-7 здесь тоже сядет. А если повыше, как надо, по-человечески сесть, то и на 10 сантиметров человек выше меня ростом здесь спокойно сядет. Ширину слева-справа от коленей у меня еще по три пальца. Над головой достаточно много места. Просторное водительское пространство. Два подстаканника. Тоже небольшая часть из красного дерева. Два зарядных порта. Здесь горячие физические кнопки. Это управление подвеской. Это старт-стоп. Это поднять, опустить подвеску. Вот мы пошли наверх сейчас. Ладно, давайте ее опустим. И открыть бензобак. А смотрите, что они здесь натворили. Небольшой такой себе кейсик, да? Обтянут тканью. Да с... Ага, так плотно она заходит. Ага, вот так. Потому что это холодильник, ребят. Это холодильник еще и с функцией обогрева. То есть его надо здесь плотно вставлять. Вольган Эггер. Талантливый извращенец. Как это все реализовано здесь. С такими экранами, с таким чипом. Здесь все летает. А сборка, посмотрите, какая. Здесь просто все как на цементе. Великолепно. 160 тысяч долларов за эти деньги продается Mercedes GLS максимальной комплектацией. Это просто... Знаете, я иногда сравниваю, да? Но здесь это просто даже не поддается никакому описанию. Mercedes GLS за 160 тысяч долларов в сравнении с этой машиной. Это просто... Это просто барахло древнее. Имеется футляр для очков. Обтянут тканью. Здесь сенсорное управление. Лампочки здесь, да. Сенсорное управление люком и шторкой. Да, здесь панорама имеет шторку. Это большой плюс. Потолок замша. Может быть трех цветов. Нитку тоже можно выбрать. Разного цвета. Мало того, смотрите. Можно откинуть и направо, и вперед. Полностью защитить себя от солнца. У водителя то же самое. Здесь у нас есть и камера, как видите. И можно вживую, живым зеркалом пользоваться. В общей сложности у этого автомобиля шесть экранов. Три спереди, два на спинках, один маленький и один в подлокотнике. Центральный экран 2К, 13 дюймов. Все это на самом передовом чипе от компании Qualcomm, который выпускает сегодня в основном 8155 для большинства премиальных машин. Вот немецкая тройка, например, все китайские премиальные машины, они в основном на чипе 8155. Этот чип в два раза мощнее, чем 8155. Вот так выглядит меню климат-контроля. Все, как вы понимаете, здесь просто летает. Ни грамма не тормозит. Где у нас менюшка? Машинку здесь можно вот таким образом покрутить. Кстати, можно, как вы поняли, и открывать окна. Закроем теперь их. Давайте посмотрим карту. Понятно, понятно. Она еще быстрее, чем у L9 работает. Вообще супер. Давайте программы посмотрим. Можно устанавливать любые приложения. Я смотрю, вот здесь уже били-били стоит. Развлекательный экран для пассажира справа. 2К-разрешение, музыка, фильмы. И, кстати, можно наблюдать за картой. Бардак огромный, обтянут ткани. Приборка водителя 23 дюйма, 2К-экран. Регулировка есть руля электрическая по высоте и по вылету. Здесь у нас... Вообще, смотрите, какой руль симпатичный, да? И, смотрите, у нас здесь есть переключение режимов. С звуковым сигналом. И также есть переключение по подвеске. Внедорожное качество. Также меняется, как вы видите, оболочка. На приборке водителя слева также есть несколько горячих кнопок для водителя. Быстрых фары, режимы вождения, память сидений и там выключить-включить HUD. 108 сантиметров роста сел за самим собой перед коленом. Два кулака. Над головой полтора. Классный наклон спинки. И его можно еще немного назад опустить. Отлично. Я бы поехал далеко, очень далеко поехал бы на этой машине. Подлокотник. Весит, я думаю, килограмм 7. Не меньше. Широкий. Это все кожа NAPA. Внутри есть беспроводная зарядка, обтянутая тканью, футляр небольшой, два зарядных порта. Дисплей. Музыка, управление сидениями, климат. То же самое. Те же настройки, как и на спинках, в экранах на спинках передних сидений. Настройки. Также можно его выключить или он просто будет показывать время, пока вы не взмахнете вот так. Спинки передних сидений сзади тоже обтянуты кожей NAPA. Вот такой интересный у них дизайн. Ну и на каждой спинке есть по экрану. Вот один из них за водительским креслом. При желании его можно отключить. Нажать пальцем включить. Работает очень быстро. 2К разрешение 12 дюймов. Есть приложухи, настройки. Есть климат, вот управление своей зоной. Также есть разные настройки. Настройки сидений, экраны, люк, панорама. Если вам показалось мало, то вот вам еще один маленький экранчик. Музыка. Управление сидениями. Управление климат-контролем. Переднего пассажира справа при желании, сидя сзади, можно подвинуть, если он наглеет. Причем и вперед-назад, а также можно отрегулировать его спинку. Также есть еще одна кнопка, которая прям жестко его унижает. Она его сначала опускает вниз. В самый низ. А потом начинает его задвигать. Чтобы знал свое место. Сзади у меня здесь есть воздух. Есть сенсорная лампочка. И еще воздух есть. Воздух механический. У заднего дивана столько же регулировок, сколько и спереди. Есть даже управление... Даже есть управление подголовником. И есть даже атаманка. Давайте заглянем в багажник. Кстати, запаска. Запаска. Тысячу литров. Замша. Красное дерево. Кожа на по. Спикер. Раззарядка 12 вольт. 220 вольт. Управление спинками. Их можно на кнопки сложить. И управление подвеской вниз-вверх. Если сумки тяжелые, там еще что-то. Для того, чтобы строить спальное место, ровный пол, нажимаем центральную кнопку. Теперь нажимаем правую. Там подголовник просто опускался. Отсюда не видно было. Сначала опустился подголовник и потом сама спинка. Делаем все то же самое слева. Подголовник сначала опускается. Давайте затестим теперь. Поместился. И даже вдвоем. Сзади, справа два зарядных порта. Батарея 50 кВт-часов. Они говорят, что 180 км может проехать на чистом заряде. Но при такой массе и такой емкости, я думаю, это будет 150 летом спокойно. Все остальное меньше. Слева, сзади бак на 75 литров. Они говорят, расход 9-10 литров. Но, ребят, 3-4 снаряженной массы 1200 лошадиных сил. Да, это гибрид. Все понятно. Но я думаю, здесь не 9-10. Я думаю, здесь 12. А то и 13. Подведя итог, хочется сказать следующее. Если такие машины, как Лисян и Нио, деклассировали немецкую тройку, то помогите мне подобрать слова, что с ними сделал N1U8. А ведь он продается по такой же цене, что и Mercedes GLS AMG и BMW X7M в последнем кузове. На последней автовыставке в Шанхае, глядя на несчастные лица немецких делегатов, можно было просто писать картины. В общем, случилось то, что и должно было случиться. Ладно, друзья. Очень скоро я сделаю тест-драйв на этот автомобиль. Спасибо всем, кто досмотрел ролик до конца. Если понравилось, ставьте жены лайк. Подписывайтесь на канал. Бейте в колокол, чтобы не пропустить новые видеоролики. Будьте здоровы и до новых встреч. Продолжение следует...